Всем привет! У микрофона Амортис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Люди всегда любили стрелять в себе подобных. Когда я был школьником, все играли в Counter-Strike, современные дети учатся убивать друг друга в более современных играх. Например, в Call of Duty, детище компании Activision. О ней, кстати, сегодня и поговорим. Встречаем, Call of Duty Strike Team для андроид-устройств. И сегодня мы будем убивать... русских. Не знаю почему, но в последнее время это стало модным в американских играх. Наверное, готовят молодое поколение к экспансии, но об этом как-нибудь потом. А сейчас поговорим лучше о графике. Графика довольно хорошая, хотя детища таких гигантов, как Activision, можно было бы ждать и более хороших результатов. Но, видимо, сказалась оптимизация под как можно больший охват устройств. Но, как это ни странно, когда речь идет об игре серии Call of Duty, графика здесь не главная. Внезапно, да? А главное здесь геймплей. Игра представляет собой довольно прикольную помесь тактической стратегии и шутера. Притом эти жанры могут плавно переключаться друг на друга в любой момент. Начинаем миссию мы с выбора экипировки своего отряда, что здесь заменяет классы персонажей. Изначально мы как бы смотрим на поле сверху. Это и есть тактическая часть игры. Здесь ты можешь посмотреть локацию, увидеть расположение врагов и заранее составить план действий. Тактическая стратегия не пошаговая и действовать приходится в реальном времени. Притом игра имеет интересную фишку. Практически любую миссию можно пройти в режиме стелс, прятаться в шкафах и темных углах и незаметно вырезать врага в спину. Управление в этом режиме, так называемый вид с квадрокоптера, происходит так. Ты выделяешь бойца и отправляешь его в нужную точку двойным тапом, ну или просто свайпом. В принципе любой, кто играл в подобные игры, поймет и разберется, да и кто не играл тоже. Ну а если ты спалился и началась стрельба, можно нажать на кнопку в левом верхнем углу экрана и переключиться в режим шутера. Управление тут тоже стандартное и понятное, объяснять не буду. Единственная фишка переключения между бойцами тапом по их нику. Кстати, сдохнуть тут практически нереально. Игра заточена скорее на интересный геймплей, чем на задротскую сложность. В целом, проект получился интересный и вполне качественный. Он вполне в состоянии заинтересовать большую часть аудитории. От любителей тактики и стелса, до любителей шутеров. Так что советую всем. На сегодня это все. Если понравилось, подписывайся, комментируй, лайкай и делись. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»